Молочные заводы Казахстана просят о пятилетней отсрочке для внедрения новых требований Таможенного Союза. Согласно положениям, все поступающее на переработку молоко должно соответствовать техрегламентам по безопасности. Однако такую проверку сейчас не пройдет и половина сырья, с которым вынуждены работать предприятия. В Таможенном Союзе еще в 2013 году решили, что на рынке должно быть только безопасное молоко. Для этого разработали требования, в том числе и по приему сырого молока на заводах. До 2017 года все страны должны были соответствовать им, однако частные хозяйства в Казахстане оказались не готовы. Требования безопасности становятся все жестче и жестче. То есть меняется количественный состав этих бактерий, либо ненужных организмов, скажем так. Соматика это чаще всего говорит о том, какая чистота, как хорошо помыло и насколько здорово животное больше даже в имя тот же мастит и влияет на соматику. А микробиология это как раз таки говорим о чистоте. Сейчас мелкие казахстанские фермы или те, кто держит всего пару коров, сдают молоко, которое совсем не дотягивает до этих стандартов. Поэтому предприятия проводят несколько этапов чистки. Многие заводы соглашаются на это, так как не содержат свой скот. Всего из полтора миллиона тонн готовой молочной продукции, которую производят за год в Казахстане, половина получена из сырья личных подсобных хозяйств. Именно с ними будут работать представители заводов и профсоюзы. Бабушка должна знать, что первые струи должны быть сдувены, что выверь должно быть помыто, что после того, как молоко его надо процедить, потом его надо в течение двух часов охладить. Эти знания мы как раз сегодня и пытаемся нести, так сказать, через семинары. А пока в непростой ситуации могут оказаться и крестьяне, для которых сдача молока – единственный источник дохода в селе. В свою очередь, непринятое на переработку молоко будет представлять опасность здоровью казахстанцев, ведь может массово попадать на рынки. Пока решение по отстрочке не принято, ожидается, что представители Минсельхоза Казахстана будут просить о ней у комиссии Таможенного союза в ближайшее время.